Всех приветствую на канале Дороги Михаила Людшина. Приглашаю сегодня прокатиться со мной по улицам Саратова, Ленинский и Кировский район. Продолжение предыдущего сюжета от 13 марта 2023 года, начиная от международного проезда 2-го и по Лунной, Вишневой, Курдюмской, 3-й Курдюмский тупик, Наумовского, Захарова, Волгоградская, 50 лет Октября проспект и тракторный до Стрелки. Ракурс другой покажу, потому что он всегда показывал с одной стороны, теперь вот недавно здесь проезжал и как обычно говорю в ютюбе, рутюбе, в одноклассник ВКонтакте, ВКонтакте, Дзен, Яндексе выкладывать данный сюжет, чтобы не потеряться, смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю, но все как обычно. Забыл просто включить камеру в машине и вот сейчас озвучиваю. Сам привык, уже что-то быстро я как-то привык к этому формату, что еду и разговариваю, ну вот забыл. Но решил показать другой от ракурса, само собой другой, и там проедем по лунной до конца, то есть может быть от Одесской и до Вишневой вся лунная будет. И вот увидим, как все-таки Ленинский район, дома аварийных, вот которые выселенных очень много, вот я какой сюжет это замечаю, очень много таких двухэтажек старых, переселяют, то есть идет работа в этом направлении, но это хорошо. Ну и также вот строится теперь вот ракурс у другой стороны черемушки тут. Когда-то я помню это лунная здесь и вот эти справа дома, это тоже считалось-то не совсем удачный микрорайон. Грязь была, дорога убитая, вообще тут мало кто ходил, ну как-то очень было грустненько, тоскливо здесь. А теперь смотрите какие дома растут. А вот и камера проехали, даже и раньше не замечал, а сейчас вот заметил. Ну камеры здесь конечно эти стоят искусственные неровности, погонять тут надо еще постараться. Да, вот такая погодка была, кто предыдущий сюжет смотрел, я ехал по Антоново, солнышко вышло, все как бы там более-менее, а сейчас вот нахлобучил опять. Ну весна, вода, грязь и конечно вот поехал я по лунной, все-таки в такую погоду, в такую вот дорожную ситуацию лучше ездить по центральным улицам, потому что когда мало где-то ездишь и и где лужи и уже не знаешь, что под этой лужи может быть. Налево это у нас улица Дубовикова, она же полковая, спуск к 3-й дачной, тоже на проспект имени 50 лет Октября. Ну в принципе все дороги, которые вниз идут, это все на проспект. Это мы вот проехали 3-ю дачную микрорайон, торговый центр был, сейчас уже, так сказать, подъезжаем и будем езжать в микрорайонное 2-й дачное, вот я вот там тормознул. На право лесная республика, ездил, показывал, ищите у меня, смотрите. Как-то непривычно, сам-то уже вот недель-две тогда и с этой, с 28 февраля в машине с вами еду, приглашаю прокатиться и с вами же разговариваю. Я тут забыл, просто ехал и потом подумал о ней показать вам вот эти вот улицы, где я тоже давно не ездил, не центральные улицы. И пока нет листвы, да, вот это все, видно все какие домики, где чего. Но есть ямки есть, но небольшие, ехать можно. Но далее, когда будем езжать в Кировский район, это мы еще в Ленинском районе, проехали саперный, забыл показать, сказать, что была саперный там, Т-образный перекресток, сейчас вот деловая. И вот я о чем вам говорил, сейчас мы проедем прямо, здесь не забывайте, уступаем дорогу. И вот домики, я в прошлый раз вам показывал, когда ехал в сюжете от университетской до мира. Вот такие домики, то есть вот микрорайон, где вот здесь был двухэтажный, все практически дома уже расселены. И сейчас вот по Вишневой поедем, то есть сколько еще места площади освобождается, чтобы построить вот такие домики. Ну, один, конечно, минус для этого строить дома, а машину ставить некуда. Забывает, а не забывает то, что у нас сейчас в каждой семье минимум по одной машине практически, в среднем. Ну, вот сейчас с левой стороны наблюдайте, как домики, которые тоже расселены. Вот я сначала не заметил, я смотрю, окна выбиты на них, где еще, может кто-то там еще остался, но вот все вот эти старенькие дома. Под выселение. Ну, где-то еще вот живут, походу. А, ну, это да, это по Курдемской, это нет. А вот с левой стороны, сейчас повернем, тоже там есть такие домики, я не знаю, их будут трогать, не будут. Вот. И здесь вот, и как бы мне не спутаться, где здесь заканчивается Ленинский район. Наверное, вот здесь вот как раз вот на этом перекрестке начинается Кировский. И тут вот как раз с этими потоками воды, реки, как раз вот, просто помню, что проезжал, когда не было воды и спокойно ехал. Ну, когда не знаешь, вот заезжайте такие улицы, да. Экстрим. Ну, так-то так у нас вот. Где-то вот еще, видите, снег лежит и лед еще не везде все растаяло. Пишут мне там, что и где-то еще на кварталах снег лежит. Ну, вот здесь тоже лежит. И вода бежит. Ну, ничего, и недельку еще, и, мне кажется, вообще ничего не останется. Хотел сказать, от прошлогоднего снега, нет, это в этом году он нападал. А здесь река, здесь постоянно вот такие речки. Ну, вот вам другой ракурс, когда-то и показываю, чтобы полностью у вас информация была. Да, проехали, вот мы там проехали, вторая дачная была, вишневая микрорайоны. Вот сейчас вот подъезжаем, это у нас тут микрорайон первый дачный. Я вам луговой показывал недавно. А теперь вот сверху. Ну, дорога наверх, это вишневая гора, я как-то тоже вам показывал. В прошлом году проезжал. Так что, кто хочет найти, можете найти. И посмотреть. Да, при запись как раз, что интересно, можно нажать на паузу и прокашляться. Ну, тоже вот вам показывал, здесь Захар, вы когда снег, то есть многие улицы, за три года я уже собрал каталог целый, тоже можете посмотреть и летние варианты, и зимние, и осенние, и весенние. То есть все такие улицы, где машины ездят, но не центральные, я где проезжал, все у меня есть эти моменты, все сезонные. Но с правой стороны, кто помнит, химучилище. Сейчас выйдем на проспект имени 53 октября, доедем до Стрелки и доедем, где я вам выезжал, там, из-под моста, развязка, то есть до этого места. Да, весна всегда вот так приносит грязь, потом, конечно, все это убирается, и вид вообще другой, когда травка пойдет. Вот решил вот по маленькой дорожке, по дублеру проехать, ни разу здесь не проезжал, мимо химучилища, и где-то вот здесь, то ли по этой дороге, то ли где-то раньше, я помню, говорили, но я это не помню, в трамвай ходил. Не там, с левой стороны, а вот здесь, ну вот здесь вот химучилище было, и с выездом, может, был прямо проехать по Волгоградской, мне кажется, быстрее получилось, чем вот я за товарищем встал, он, может быть, и не саратский, очень медленно, он пропускал всех. Чуть-чуть поагрессивнее, чуть-чуть надо побыстрее, в Саратове так можно долго стоять, движение, конечно, у нас поболее, ну вот, сейчас до стрелки доедем, вот, развязка, на этом заканчиваю, благодарю за просмотр, берегите себя. И до новых встреч в новых сюжетах, всем пока-пока.